всем привет второй эфир у меня за сегодня это я еду уже с тренировки тогда ехал на теперь еду с к сожалению тот эфир не сохранился было на моем на главном аккаунте вот на нем я рассказывал о своих планах ну что ж кто в эфире был и кто посмотрел после эфира ну и замечательно повторять я его не буду а вот и сейчас будет эфир о другом совсем давно я захотел хотел записать подобные видео оно будет записано у меня и для youtube в более таком развернутом виде а сегодня так это просто немножко порассуждать и рассказать о чем она сейчас я только выйду с паркинга вот так вот отлично так вот друзья мои о чем разговор вот о чем о том что очень часто многие ребята которые занимаются боксом или боевым искусством каким-другим могут безусловно оценить со стороны уровень мастерства другого человека который занимается в зале рядом и сказать там ну я лучше или там я хуже вот это он делает круто и что-то еще безусловно могут но о чем мы говорим мы говорим об оценке уровня мастерства то есть мы можем видеть что технику с точки зрения там академичности человек делает лучше или хуже можем понять насколько хороший вот тайминг в данной ситуации которую мы наблюдаем мы можем там оценить его чувство дистанции и так далее но когда начинается там ну говорит такие вещи а я его там типа я круче я бы оба типа вырубил бы или мне просто справиться с ним или что-то еще или например он там намного лучше меня вот такие вот оценки и такие осуждения они не могут на самом деле быть в достаточной степени достоверными или там обоснованными хорошо можно конечно с помощью неких статистических данных сделать оценку такую если человек например долго ходит ваш зал вы побеждаете тех с кем он постоянно работает и соответственно делать и над оценку игре измени проигрывает тем с кем он работает и с кем работаете вы вы их постоянно выигрываете они его тоже выигрывают вы можете сделать такой вывод что раз вы лучше их они лучше него то вы лучше него точно бывает такой если это довольно большая выборка но это на самом деле не факт вот я вам расскажу про свой праличный опыт жизненный вообще который говорит о том что очень часто люди на данный предмет заблуждаются очень серьезно как бы наблюдая со стороны вот это вот все дело в том что на самом деле истинную точку в том чтобы понять кто лучше может поставить только ринг ну со свободный спарринг только это только проведенные в реальный полный контакт если уже то пошло потому что если контакт не полный это вы выявить кто сильнее в игре то есть в игровой самой манере потому что работа в полный контакт она обладает еще очень серьезным сдерживающим фактором цена ошибки это настолько велика что картина боя который ведется в полный контакт очень серьезно меняется относительно картины боя которые сведется в игровом в в полностью таком вот игровом действий когда удары вообще никакие или для того чтобы здесь на более-менее так адекватно там оценить и не калечится контакт должен быть с дозированный но достаточно так ощутимо чтобы было понятно если по балде накатили то чтобы с нормально потрясен был человек так вот когда вы со стороны посмотрели на человека как он работает на мешке на чем-то еще с какими-то ребятами тому упражнение делать и сделали ли вывод для себя замечу сразу ложный вывод что он недостоверный он может не ложным но недостоверный вот что вы это легко подолели бы его то вы значит изначально вознамерились человеку поставить детский мат это как в шахматах просто поняв что человек как вам кажется в шахматы там играет он плохо вы сразу начинаете такой сам дебют при котором хотите поставить ему мат в два или три хода так называемый детский мат это очень часто приводит к серьезным ошибкам и поражению в жизни потому что это явная недооценка противника такого быть не должно вот почему мне нравится мэйвейзер с кем бы он на бой не выходил он всегда противника оценивает очень серьезно и первые раунды он его всегда изучает не пытается поставить в первом раунде там сразу детский матч называется нокрутировать оппонента нет он его изучает изучает довольно долго несколько раундов может быть даже там с до финишных доходит раунд 10 11 и только там он уже ставит матч называется вот и здесь то же самое я просто хотел бы предупредить что такие суждения неверные когда быть я лучше безапелляционно да не по спарринговав не посоревновавшись все это это глупо потому что и особенно когда вы смотрите видео понимаете вот я хочу сказать что если бы предположим балуев боксировал бы с таким же гоблином огромным как он сам вы бы не знали кто и что это есть чемпионы мира что-то там мастера международного класса и вы бы не понимали бы их габариты то вы поценили бы уровень с боксирования ну на уровне в лучшем случае перворазрядник это в лучшем самом случае но столкнись реально вы с этими людьми в ситуации на ринге то вы бы изменили бы ситуацию почему а потому что техническое мастерство здесь недостаток мастерства технического очень серьезно компенсируется габаритами длиной рук иногда физической подготовкой какой-то и так далее вы не знаете какие у человека козырь есть вы не знаете по каким заданием человек самоработает даже если вы видите его в живую потому что даже видя свободные спарринга по этот сам человек которого вы смотрите он может быть отрабатывает какую-то конкретную ситуацию то есть он поставил себе задачу свободном спарринге работать в основном без атаки просто держать противника на дистанции сам джеба и пытаться наоборот пройти ему под руки в клич например или наоборот он может быть пытается постоянно пробивать длинные техники находясь на максимальной какой-то сам дистанции либо наоборот пытается поработать нырки с уклонами либо либо пытается двигаться больше либо что-то еще и он отрабатывает конкретную задачу может он под какую-то связку постоянно подводится что-то может просто хочет противника связать и и не дать атаковать ну вот хотя это в рамках свободного спарринга делается поэтому вы посмотрев думаете о да он не умеет например работать на длинной дистанции может него и задача такая вообще не было это работать на длинной дистанции знаете поэтому оценку произвести вот по таким ситуациям невозможно вообще я хочу вас уберечь от ошибок на самом деле подобных хотя в принципе тот кто умный он это и сам прекрасно понимает кто не умный он этому придется рогом скажет да мне это все равно вот но тем не менее я хочу сказать что я в жизни много налетал на подобные ситуации и с той и с другой стороны когда меня недооценивали потому что у меня рост не очень высокий у меня метр семьдесят три рост вот хотя при весе 80 бывает и бывало и больше намного бывало меньше 75 78 а бывало и 90 с лишним сейчас у меня 86 килограмм вот так вот часто недооценивали а бывало что недооценивал я и это иногда мне прокатывает ну потому что мы можем оценить конечно как-то на вскидку чего там ожидать от оппонента но всего мы оценить не можем знаете к тому же человек может играть человек просто пришел в зал и присматривается в итоге он себя особо не показывает так работают хорошие с миллиардисты которые по гастролям ездят и сам зарабатывают игрой на бильярде они придя в новое место никогда не пытаются тут же выиграть и показать там какой-то супер сам класс даже если классах чрезвычайно высок наоборот они сначала проигрывают присматривают сыграют как бы на равных для того чтобы оценить максимальное мастерство тех оппонентов с кем им в итоге придется потом играть возможно на ставки и на серьезные ставки и только там они покажут свое мастерство поэтому по внешнему такому виду оценку давайте не надо и к любому оппоненту с которым вы становитесь в пару нужно относиться предельно серьезно предельно даже если это с новичок я хочу сказать вам что бывают вообще новички которые боксом никогда не занимались но у человека просто исключительно хорошее чувство дистанции хорошая реакция хороший тайминг который он натренировал в каком-то другом виде спорта возможно не в боксе смежным каком-то может даже и не единоборстве а может и не в единоборстве за уже может это фехтовальщик какой-нибудь который вам джеб пихнет с такой скоростью и с такой дистанцией что вы просто подофигеете что так сделался в человек который никогда не занимался кулачным боем знаете поэтому относиться нужно предельно серьезно предельно почему я еще решил такое видео записать ну то я хожу заниматься на бокс в секцию ну такой это группа такая ну довольно возрастная вот я хожу из-за хорошей компании из-за очень хорошего тренера потому что я его знаю самого детства вот когда-то он был для нас как вот боксер прямо супер авторитет сейчас его таким считаю вот хотя он уже в принципе серьезно так на супер международной там арене не выступает хотя он мастер спорта был на ссср тогда когда ну давно но он продолжает говорить что профессиональные бои проводил тут и вот и нет никаких самый причин чтобы сомневаться в том что все так и есть вот ну так вот из-за компании хожу и ребята там в основном те которые никогда не занимались и вот решили позаниматься ну я помогаю в этой деятельности потому что я тоже тренер у меня так интересно физушка какой какая интересно посмотреть на парней немножко задорно так это все дело выглядит интересно пришел парень высокий артем зовут вот бывший десантник ну сослужился с десантуре когда-то занимался боксом говорит что немного да сразу было понятно что занимался потому что понятно и по постановке и по всем прочим но вида было по физухе что физуха не очень так ну офисный работник но хотя такой довольно крепкий парень но в боксе нужно своя физуха нужна выносливость все такое прочее то мы там сначала начинаем какой-то там фитнес и было понятно что это физушка не очень пока на уровне хотя со временем я думаю он и наберет очень быстро почему бы нет вот он испаренный посмотрел как он работает по заданию думаю не очень так отличается в общем-то от других только тем что он может ну выше немножко помощнее и и помоложе что конечно большой замгихозы поставили на саму пару свободный спарринг и представляете самое первое что было самое 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 первое он сделал просто левый боковой и сразу мне его попал тут же то есть первый удар за весь поединок я сразу пропускаю в челюсть причем точно если бы он ударил бы сильно бы на этом возможно все и закончилось удары были не очень сильные но но так масса большая и удар был немножко на входе такое на скачке чуть-чуть немножко потряс я даже на канатике так отлетел и я подумал блин вот мишки 45 лет и который раз вот ты записываешь сейчас замените подкаст о том что не надо вот вальяжно там относиться ко всему и тем не менее вот я именно поэтому я об этом и записываю подка что я очередной раз хотя я все время работа очень собрана и никогда никому не пытаюсь поставить детский мат я не не пытал и у меня не было в мыслях его попытаться быстро ну типа это стучать ему по голове накидать ударов и такое прочее но у меня к сожалению сработала другая вещь я не хотел ему ставить детский мат но я и не не ожидал что мне придется сразу с первой секунды защищаться по максимуму то есть я недооценил его способности скажем так атаковать ну все ну потом конечно я реабилитировался опыт у меня побольше вот технически надо мастерство как именно вот это вот оценить то можно но повыше из и стаж больше занятий то есть опыта играет огромную роль ну и как бы нормально по спарринговали нам очень понравилось и вот сегодня мы работали тоже в паре очень мне с ним понравится работа что он тяжелый высокие длинно руки довольно динамичны вот и выносливость у него все лучше становится в итоге вот такая как бы тема то есть я в этом подкасте хочу вот о чем сказать почему пример привел то что мало стараться мало того что вы не должны пытаться поставить оппоненту детский мат вы должны еще и самого начала вести себя таким образом чтобы вам такой мат не прилетел чтобы не было никакого лаки панча потому что вы если думаете что там типа будет какая-то раскачка там потихонечку можно совершить большую очень надо ошибку правильно группа новичков учебный спарринг уровень мастерства в группе пока ну такой не очень это высокие со временем станет выше безусловно и конечно это сыграло некую расслабляющую роль я хотел так это поиграть в итоге вот так и поиграл лишний раз получил щелчок по носу что называется вот и лишний раз сделал себе сам заметочку такую что не расслабляться вот никогда между прочим я не первый уже подка записывают такой последний записал несколько лет назад по этому поводу что всегда надо быть с готовым и вот конечно уже после этого любой тренировки я работаю максимально сконцентрированы и в этой группе тоже с кем бы я не работал из ребят потому что все равно прилететь может и лаки панч и что-то еще если работать с вальяжно поэтому вальяжности быть не должно вообще в принципе вот так вот вот так вот а у вас были такие моменты когда вы неправильно оценили противника и из-за этого были что называется наказаны если были там кого такие ситуации то напишите это будет интересно на самом деле потому что этот опыт и его вторичные переживания то есть просто но она позволяет на что ценить способны ли люди которые у которых были такие ситуации делать из этого какие-то выводы и исправлять ошибки скажу другое что вот несмотря на то что я работаю в этой группе ну как сказать я поопытнее да немножко других все равно я всегда надеваю капу и всегда надеваю шлем хотя они этого не делают и очень даже сам зря поймете мой жизнь опыт меня научил что защита никогда не помешает вот у меня много зубов нет них выбили в свое время я их заменил вставил другие другие мне честно говоря больше никак не хочется этот экспириенс как-то повторить потому что это во первых дорого зубами заниматься во вторых это отнимает хрен в тучу времени что в итоге снова дорого потому что время такие же самые деньги понимаете идею да и то же самое голова вот я сейчас записываю подкаст для вас и я очень рад потому чтобы не сгладить что у меня за последние годы все меньше фонарей на рожи потому что раньше все без шлемов там да пофигу там все ну шлем да конечно в нем не так удобно работать иногда это перекрывает немножко там обзор или еще что-то но зато в итоге понимаете пропущен этом удары и не возникает отечности заплывших глаз сечек каких-то которые даже бывают при этом учебных вещах ну к верхнему к нам орбите прижали там брови вверх и все и пошел сечка пошла не что-то еще так что ее там под глаз самсеканули либо даже могут и локтем случайно зацепить если там и клинч или что-то еще мы чем ничего хорошего на лбу постоянно какие-то красные пятна будут довольно долго держаться потому что ты тоже такие будут ссадины которые вы собственными перчатками себе это сделаете когда глухую защиту перекрываетесь а вам по ней пролетает довольно мощный удар есть вот это манжетами перчаток вы себе засадите немножко кожу прижмете вот этого ничего нет когда в шлеме работаешь и безусловно и зубы целей все остальное так что на самом деле хорошая вещь хорошая я рекомендую и молодым это спортсменам делать хотя молодым конечно это не так наверное важно особенно если это люди которые в спорте вообще постоянно то есть для них синяк больше снега меньше это пофигу а вот те кто люди публичные те которые работают с людьми учителя врачи офисные менеджеры с клиентами рай так прошло повторные подключения наверное да извините что эфир у нас немножко разорвался но хотя я в общем то что хотел я все сказал используйте защиту даже когда работаете с теми кто как вам кажется слабее вас в технике потому что всегда может пролететь я ведь не зря про валу его сказал понимаете это даже какой-нибудь супер-пупер мастер спорта в легком и весе ему будет очень тяжело работать с перворазрядником который из тяжелого веса и ростом за два метра понимаете хотя техническое мастерство у мастер спорта будет на порядок выше вот такой пример в общем надо это понимать и и никогда не недооценивать оппонента любого да в том числе и особенно кстати и особенно уличного бойца чем чем иногда боксеры сам не грешат иногда им кажется что они на улице вот могут прямо супер-пупер сейчас всем это нащелкать по бараде все такое прочее как правило это так и бывает как правило но иногда просто попадаются очень талантливые кавычках или не в кавычках даже бойцы в дуличной которые никогда боксом не занимались но и на улице дрались и выигрывали именно потому что они вот то резки как по нос и чувствуют очень хорошо дистанцию дайвинг хороший у них и все такое и этого достаточно для того чтобы выигрывать они выигрывали многих у них есть опыт побеждать поэтому и с духом у них все хорошо понимаете и не получали реально поэтому вот уж на улице точно недооценивать никого не надо и опыт уметь не недооценивать своих оппонентов в ринге любых приводит к тому что вы будете не будете пренебрежительно относиться к любому человеку на улице который захотел вам дать по бороде условно говоря или может которому вы захотели по какой-то причине потому что бывают иногда поводы когда без этого никак нельзя понимаете вот вам показалось что он маленькие толстенькие лицо у него как у колобка такой он какой-то вроде бы не представляет никакой там опасности а он пипец такой хлоп по бороде справа вам и все нормально и что-то загрустилась сразу резко вот нельзя так понимаете представьте что все эти люди с кем вы в зале занимаетесь вдруг могут оказаться ну такие же как они противниками на улице реальными бойцами вот уличными хулиганами не надо их недооценивать понимаете к тому же у каждого всегда есть какой-то козырь в рукаве но не у всех может это часто бывает есть какой-то о котором вы можете не знать вот так ну что ж пожалуй на этом я закончу так как я уже приехал домой знаете прям как хорошо что там боляны же падает снег вот смотрите видите снежок падает хорошо вот мой домик а нет не получается фокусируется на стекле как хорошо полный привод я стал на горке и тронулся просто легко а большинство кто на этой горке становятся все потом буксуют едут до самого низа жопой что потом подняться вверх вот так вот все всем пока до встречи